Путепровод в чистые пруды и строительство водовода 2015 это год поддержки важных проектов, напомнил сегодня глава города Владимир Быков. Об итогах года уходящего и о планах на год будущий смотрите прямо сейчас. То, что уходящий год сложный, напоминать никому не нужно, начал Владимир Быков. Но город, по его словам, выполняет свои главные обязательства. По сравнению с прошлым годом, у нас даже в нашем машиностроении в обрабатывающей промышленности, военно-промышленный комплекс, работает даже с некоторым повышением всех своих планов. И это касается не только промышленности, но и социальной сферы. Введем четыре новых детских садика, это почти тысячу мест, и выполним указы президента о том, что с трех до семи дети все будут. Мы строим жилье для ветхого аварийного, переселения жителей, таких два дома будут водиться буквально накануне Нового года, для детей-сирот. При этом, отметил глава города, все новые садики – это трансформеры. По их проектам можно строить и большие, и маленькие детские сады, что удешевляет их возведение и позволяет сделать помещения универсальными. Вот здесь сегодня у вас ясельная группа, здесь можно сделать группу для старших. Или здесь у нас актовый зал, можно его превратить в спортзал. То есть вот это перемещение, и самое главное, если мы говорим на 300 человек, то убрав какую-то часть, он будет уже там на 220, на 240, 260. Предстоящий же год – это продолжение строительства водовода, путепровода в чистые пруды, а также старт федерального проекта по строительству школ. Наш регион один из первых подал заявку на участие в нем. Здесь необходимо иметь проекты школ, которые прошли госэкспертизу. Такой проект у нас есть, мы его представляли в Министерстве и образования, и строительства. И с учетом тех замечаний, которые мы к концу года должны все исправить, еще раз утвердить госэкспертизу и приступить к строительству новых школ на следующий год. 14 площадок подготовлены. В остальном Владимир Быков напомнил, 57% бюджета будущего года – это социальные обязательства перед горожанами.